Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Исполнение майских указов президента в Самарской области обсудили на совещании в Москве. Губернатор Николай Меркушкин провел в столице несколько рабочих встреч. Капитальный ремонт Струковского сада завершится к ноябрю. Как идут работы, проверил глава Самара Олег Фурсов. Ровнее, чище, быстрее. Ремонт сквера Устинова обещают завершить уже в сентябре. Будильник, чтобы не спали за рулем. Такие подарки инспекторы ГИБДД сегодня вручали дальнобойщикам. Много поет и подражает голосам других птиц. В Самарском зоопарке появился попугай-полиглот Гоша. Исполнение майских указов президента в Самарской области обсудили на совещании в Москве. Губернатор Николай Меркушкин провел в столице несколько рабочих встреч. Так, с главой администрации и президентом Антоном Вайна он обсудил решение вопроса обманутых дольщиков. За последнее время в регионе не появилось ни одного нового проблемного объекта. Количество пострадавших от недобросовестных застройщиков сократилось в семь раз. В следующем году планируется ликвидировать очередь полностью. Также на встрече обсудили подготовку Самары к чемпионату мира, строительство инфраструктурных объектов и план мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ. Особое внимание уделили подготовке к новому учебному году. В августе в Самаре и Тольятти прошла конференция педагогов с участием представителей Федерального министерства образования. Высокую оценку получила новая школа в Южном городе. Она откроется 1 сентября. Обновление и улучшение качества самарских дорог глава региона обсудила на встрече с министром транспорта Максимом Соколовым. В регионе успешно реализуется государственная программа «Безопасные и качественные дороги». В этом году приведут в порядок 150 километров дорожного полотна. На это из федерального и областного бюджетов направили более 4 миллиардов рублей. Николай Меркушкин также встретился с главой Министерства сельского хозяйства. Вместе они обсудили условия по кредитам для строительства птицефабрики в Сергиевском районе. Приоритетного для области проекта. А уже сегодня губернатор Николай Меркушкин успел побывать в Ставропольском районе. Там он ознакомился с ходом уборки яровой пшеницы. На сегодняшний день только в этом районе области убрано 5,5 тысяч гектаров. А во всех районах региона половина площади. Объем намолоченного в губернии зерна составляет 1 миллион 720 тысяч тонн. По валовому сбору Самарская область входит в пятерку лидеров среди регионов ПФО. Николай Меркушкин высоко оценил работу ставропольских аграриев. Но при этом выразил уверенность, что показатели сбора урожая могут быть и выше. Возможности есть. Я уже говорил еще 5 лет назад в послании. Самарская область, средний урожай, 45-50 центров. Это вполне реальная вещь. Вполне реальная вещь. Это даже пока не результат европейских стран. У нас земля плодородная, хорошая. Здесь особенно, где мы там, в Ставропольский район. Тут особо может быть даже. И если мы будем очень грамотно работать, использовать все самые современные технологии и технику современную, которую сейчас у нас очень много. Мы за последние годы взяли больше всех техники в стране. За счет того, что мы поддерживаем 25% сразу сельхуставу распроизводителю отдаем. И здесь техническая оснащенность, конечно, очень сильно сейчас взросла. Плюс технологии. И я думаю, в последующем 25, 30, 35, 40 центов по кругу, не отдельные поля, у нас отдельные поля есть, которые 80-20 центнера дали. По кругу в целом это будет абсолютной нормой. Сейчас в регионе выращивают много картофеля, соя и других культур, которые более выгодны и эффективны, нежели зерновые. К примеру, некоторые сельхозпроизводители занимаются нутом. Культура не дает большой урожайности, зато дорога при поставке на экспорт. Что касается урожая в целом, то его в Самарской области сегодня собирают в три раза больше, чем пять лет назад. Историческая атмосфера и современное оснащение. Капитальный ремонт Струковского сада завершится к ноябрю. Упор не только на красоту, но и на надежность, долговечность, а главное удобство для горожан. Как идут работы, проверил глава Самары Олег Фурсов. Аккуратные дорожки, новые фонари и все та же неповторимая атмосфера исторического флера. Так после ремонта должен выглядеть старейший сад Самары. Открыть его для посещения должны к ноябрю. Подрядчики уже практически завершили все скрытые работы. Проложили коммуникации около 8 километров электрокабеля для освещения и системы автополива газонов. По проекту около 21 тысячи квадратных метров дорожек будет выложено плиткой. Полторы тысячи квадратных метров заасфальтировано. Как идут работы, проверил глава Самары Олег Фурсов. Пока погода благоволит, подрядчикам поручено ускорить темпы. Мы регулярно здесь будем присутствовать у вас, мониторить через моих специалистов, через главу района. И нам будет полностью картина видна. Немало внимания именно инженерным вопросам. Старый забор парка разрушался от большого количества воды, которая стекает после дождя. Этот вопрос решили созданием специального жёлоба, по которому вода будет уходить в ливнёвке. Будут водоотливные каналы идти по склону, которые будут приходить в этот канал. Строители обещают, что и обновлённый скейт-парк удивит. Он должен соответствовать мировым стандартам. Сейчас принимается решение по строительству сборно-разборного из металла и дерева скейт-парк, который будет соответствовать международным нормам. Прорабатываем сейчас этот вопрос с двумя компаниями, в том числе и Самарской. Ландшафт Струковского сада достаточно необычный. И сомнения вызвали спуски рядом с Каменным гротом. Удобны ли они будут для горожан? Вердикт предстоит вынести самим самарцам. В ближайшее время сюда пригласят общественников. И если их мнение будет на то, чтобы поменять проект тротуарных дорожек, пешеходных дорожек, мы на это пойдём. Пока время позволяет нам такие коррективы внести. Общественный контроль будет и на других важных стройках, которые идут в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В рамках программы развития городской комфортной среды мы развернули широкое обсуждение элементов программы в городе, в результате чего у нас появилось финансирование на знаковые объекты города. Это четвёртая очередь набережная, это площадь Куйбышево, Сроковский парк. И значительное количество дворовых территорий в этом году мы также приводим в порядок. Работы на площади Куйбышево идут даже с опережением графика. Уже проведены все коммуникации, необходимые, чтобы площадь стала более современной и удобной для проведения праздников. На 25 тысячах квадратных метров выполнено черновое покрытие. Открыть главную площадь города тоже должны к ноябрю. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. В сентябре в обновлённом виде предстанет сквер Устинова. Он находится в границах улиц Галактионовской и Самарской, недалеко от Ярмарочной. Работы там уже начались. Это часть комплексного ремонта Галактионовской по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Подробности у Олеси Корецкой. С 7 утра и до позднего вечера каждый день без выходных в сквере Устинова кипит работа. Строители укладывают плитку. В середине августа здесь сняли старое асфальтовое покрытие и частично щебёночное основание. Там, где это было необходимо, восстановили нижний слой и бордюрный камень. Чтобы не повредить существующие газоны, существующий автополив, чтобы не повредить, заменяется только разрушенный поребрик, бордюрный камень, вибропрессованный. И заменяется основание в местах сильных просадок. На площади в 4,5 тысячи квадратных метров укладывают плитку по особой многослойной технологии. На щебёночное основание стелят специальную ткань, затем песок. Слой из материи нужен, чтобы щебень не смешивался с песком и новая плитка не просела. Песок утрамбовывают с помощью спецтехники, чтобы плитка ложилась ровно. Подрядчик даёт гарантию на плиточное покрытие 5 лет. Подготовительные и укладочные работы проводят днём. Ночью завозят строительные материалы и убирают мусор. Своевременный вывоз строительного мусора предусмотрен. То есть после каждой рабочей смены подрядчик убирает за собой мусор с объекта. Вы следите за этим? Да. Сквер Устинова не закрыт для посещения жителей. Вокруг стоят предупреждающие знаки, что здесь ведутся строительные работы. Сквер приводят в порядок вместе со всей Галактионовской. Её ремонтируют по муниципальному контракту, который является частью федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершить ремонт сквера Устинова подрядчик обещает в конце сентября, а при хорошей погоде, возможно, и раньше. Алисия Корецкая, Василий Колдашов, События. Их увозят, они возвращаются. В Самаре демонтировали более сотни киосков и павильонов, которые самовольно появились на улицах города. Такие объекты портят внешний вид и зачастую пользуются благами цивилизации за чужой счёт. В мэрии подвели предварительные итоги этой работы. Подробнее в сюжете Марина Матвейшиной. И вновь продолжается бой с незаконной торговлей. Самовольно установленные киоски убирают с улиц. С начала года силами Самарской администрации город освободили от 150 павильонов. В планах ликвидировать ещё несколько десятков. С 1 сентября это станет прямой обязанностью районных администраций. На общегородском совещании в мэрии Олег Фурсов настоятельно просит глав отнестись к этой работе как можно внимательнее. У нас этот реестр есть. Мы будем осуществлять контроль безусловный. И выводы будут сами жёсткие. Я вам обещаю, значит, механизмы контроля у нас есть. Весьма эффективные механизмы контроля. Вот поэтому просьба очень серьёзно к этому отнестись. Это ваше решение с 1 сентября. Никаких там провалов, никаких пауз нет. Вот есть план ликвидации киосков незаконных до конца года. Вы его должны будете выполнить. Незаконную рекламу тоже отправляют в прошлое. Только за месяц демонтировали 120 рекламных конструкций. Сначала они поступают на хранение на склад, потом уничтожаются или их выкупают владельцы. Но они редко находятся, ведь в таком случае придётся заплатить штраф. Утилизацию конструкции мы имеем право проводить в соответствии с регламентом после месяца хранения плюс 5 дней рабочих. С 29-го мы начинаем утилизацию. Сейчас наши усилия будут сосредоточены на демонтаже рекламных конструкций, находящихся на частных территориях. Чтобы работа шла ещё быстрее, глава города поручает наладить более тесное сотрудничество с полицией. Марина Матвеевична, Константин Головин. События. В регионе стали реже подделывать деньги. Сколько фальшивок изъяли из оборота за полгода, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня прибавляет в цене. За баррель марки Brent дают 51 доллар 60 центов. Курс валют на 24 августа. Доллар 59 рублей 13 копеек, евро 69 рублей 56 копеек. Золото стоит 2439 рублей, серебро 32 рубля 31 копейка за грамм. В отделениях самарских банков дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 30 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 30 копеек. В стране возобновлена помощь ипотечным заемщикам. Правительство продлило госпрограмму. Теперь в ней смогут принять участие ипотечные заемщики, взявшие кредит как в рублях, так и в иностранной валюте. Россияне продолжают экономить и предпочитают проводить досуг скромно. Сократилась аудитория выставок, музеев, театров и концертов. Реже посещают сауны и ночные клубы. Меньше всего клиентов потеряли заведения фастфуда, кафе и салоны красоты. А в Самарской области за полгода из оборота изъяли почти 500 фальшивых банкнот. Это на 17 меньше, чем в прошлом году. Кстати, чаще всего подделывают пятитысячные купюры. На этом все. Удачи в делах! А теперь коротко о других темах дня. Суд вынесет приговор по делу о нападении на семью полицейского Дмитрия Вашуркина под Самарой. Это произойдет 29 августа. Ранее прокурор запросил сроки от 8 до 25 лет колонии для подсудимых. По версии следствия, в ночь на 11 декабря в одном из торговых пабильонов Самары четверо обвиняемых, заметив на шее ранее незнакомого им Вашуркина золотую цепочку, решили напасть на него. Они незаметно проследовали за супругами до их дома в поселке Смышляевка и напали на них. Жена полицейского от нанесенных ей травм скончалась. В Самарской области тепловоз насмерть сбил девочку. Трагедия случилась в районе станции Чапаевск. Как удалось предварительно установить, четверо детей пошли купаться на речку через железнодорожные пути. Навстречу ехал маневренный тепловоз. Увидев детей, машинист начал сигналить, но они не сразу услышали. Трое успели убежать в сторону, а девочка попала под тепловоз. Еще одно ЧП произошло на железной дороге. В Самаре, в районе станции Зубчининовка, электричка сбила 77-летнюю женщину. Пенсионерка выжила и отделалась весьма легкими для такого происшествия травмами. Женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Она шла прямо рядом с платформой. Пенсионерку госпитализировали в больницу. Сейчас силовики проводят проверку по факту происшествия. У самарских охотников изъяли 23 ружья. В регионе открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Росгвардейцы вместе с представителями регионального департамента охоты и рыболовства провели почти 600 проверок соблюдения лицензионного законодательства. На граждан, игнорирующих правил оборота оружия охоты, составлено 33 административных протокола. Статистика показывает, что наиболее распространенными правонарушениями являются отсутствие охотника, разрешение на право добычи дичи, а также нахождение в автомобиле или на квадроцикле с расчехленным охотничьим ружьем, которое заряжено или имеет патроны в магазине или патроннике. Через Самару может пройти скоростная магистраль от Москвы до границы Казахстана. Соответствующий проект представил Центр стратегических разработок. Стоимость строительства дороги Москва-Владимир-Самара-Оренбург с границей Казахстана оценивается в 855 миллиардов рублей. Предполагается, что средняя интенсивность движения по ней в 30-м году составит около 4 миллионов автомобилей ежедневно. Огнестрельные, колотые, резанные. Персонал травмы Центра больницы Симашко не удивится ничем. Летом самарцы здесь оказываются чаще. За время работы Центр принял несколько тысяч пациентов. Большая часть из них пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. Марина Матвейшина продолжит. Упала, очнулась гипс. Почти как в кино, только без бриллиантов. Валентина Селиванова неудачно споткнулась на крыльце и сломала руку и ногу. На скорой доставили в травмоцентр больницы имени Симашко. Думала, все. Я же слышала, что таз бедренный вообще не делает. И все, напугалась, конечно. Но когда привезли сюда, в эту больницу, то Дмитрий Владимирович мне обещал, что сделает мне ногу. И сделал. В этот центр поступает около 700 пациентов в год с травмами разной степени сложности. Вообще он был создан для пострадавших в ДТП на федеральных магистралях. Но со временем его профиль расширился. Здесь есть все возможности оказывать своевременную медицинскую помощь. Лаборатория, УЗИ, рентген и, конечно, высококвалифицированные специалисты. За счет автоматизированной компьютерной системы время постановки диагноза значительно сокращается. У каждого врача на рабочем столе находится монитор, по которому он может тот или иной осуществить запрос и получить непосредственно в режиме реального времени картинку, которая позволяет оценить состояние пострадавшего и принять то или иное ответственное решение. Готовится больница имени Семашко и к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Несмотря на то, что основной поток пациентов должны будут принимать больницы имени Середавина и Пирогова, здесь уверенно смогут оказать любую необходимую помощь. Поскольку больница Семашко, безусловно, находится на пути продвижения потока, и мы всегда 24 часа в сутки, каждые сутки готовы к оказанию экстренной помощи, в том числе и массового поступления пострадавших, не дай бог. Чтобы и стены помогали пациентам лечиться, в больнице начался ремонт. Работы идут на фасаде, кровле и в двух операционах. Также планируется благоустроить двор и постелить там новый асфальт. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Играйте в футбол, а не с чужими жизнями. Под таким девизом автоинспекторы провели акцию «Трасса без ДТП». Дальнобойщиков и водители из других регионов останавливали, чтобы напомнить простые правила поведения на дальней дороге. Профилактические беседы слушал и Андрей Горгуленко. Алик Шайдулин, водитель с 25-летним стажем, ничего не нарушил, но его все равно останавливает инспектор ГАИ. И не выписывает штраф, а совсем наоборот. Водителю подарили будильник, чтобы не проспал дорогу на длинных расстояниях. Сам дальнобойщик, признавшийся, что такого с ним не случалось, в свою очередь дал несколько советов. Насыпать, это, конечно, тяжело. Это организм, в общем-то. Трудно уследить за этим. Ну, секрет такой, как бы, если уж сильно тянет на сон, надо остановиться в любом месте, так скажем, и поспать часа полтора-два. Получившие полезные подарки водители дальних маршрутов стали участниками акции «Трасса без ДТП». Проводить ее инспекторам ГАИ помогают и футболисты. Они часто в разъездах на гостевые игры, тренировки и сборы. А потому им особенно важно, чтобы на трассах водители соблюдали культуру вождения. Чтобы водители знали то, что не все равно ГИБДД, то, что следят за ними. Поэтому, я думаю, им было бы приятно, что такие акции. Они больше бы уделяли внимания соблюдать правила дорожного движения. Необходимость такой акции связана с увеличением числа погибших на федеральных трассах. Количество водителей, которые выезжали на полосу встречного движения, увеличилось по сравнению с прошлым годом в четыре раза. Сегодня в ходе акции мы будем предлагать водителям пройти в агитационную газель, для того, чтобы посмотреть ролики по безопасности дорожного движения, немножко отдохнуть, прослушать профилактическую беседу и будем дарить им символические подарки. Кроме выезда на встречную полосу, основными причинами ДТП являются нарушение правил обгона, несоблюдение скоростного режима и сон за рулем. А потому, как советовал опытный водитель, лучше завести будильник и немного поспать. И никуда не опоздаешь. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Заменить счетчики на воду, записаться на прием к врачу или оформить соцвыплаты. Теперь для людей с инвалидностью по слуху это сделать проще. Решить подобные вопросы им помогают специалисты Сурда-центра. О современных технологиях в диспетчерской службе. Лариса Шалафаст. Я проконсультирую с юристом и тебе в течение дня сообщу. Хорошо? Веб-камеры, компьютер или смартфон – все, что потребуется людям с инвалидностью по слуху, чтобы решить важные вопросы. Диспетчер Сурда-центра выслушает проблему, а затем свяжется с Центром социального обслуживания. Запишет на прием к врачу или в любую другую организацию. Меньше тратится время на приход сюда, допустим. Он просто из дома может позвонить по скайпу, договориться о встрече с Сурда-переводчиком. Сейчас очень много вопросов по жилью, по недвижимости, по имуществу, наследованию, дарению. Все это требует большой подготовки. И, конечно, сокращается время. Ежедневно в Сурда-центре принимают несколько десятков звонков по скайпу. В месяц это больше 250 обращений. Не только из Самары, но и всей области. Консультации юриста, психолога, специалистов по реабилитации и социальной работе проходят бесплатно. Также в Центре инвалиды могут обучиться работе с компьютером на специальных курсах. Диспетчерская служба Центра выступает и в роли связующего звена для соцзащиты. Специалисты Сурда-центра вовремя передают инвалидам важную информацию. Часто, наоборот, нам звонят, чтобы мы передали информацию для инвалидов по слуху. В последнее время это как раз службы социальной защиты раздаются, например, средства технической реабилитации. Мы связываемся с инвалидами по слуху и сообщаем им, что они могут прийти, получить телефоны, получить слуховые аппараты. В диспетчерской службе уже зарегистрировались больше 600 человек. Обратиться в Сурда-центр можно по телефону 268-98-33 или по скайпу. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. В Самарском зоопарке поселился говорящий попугай. Нового питомца зовут Гоша. Это серый африканский попугай Жако. Этот вид считается самым разговорчивым. Такие птицы способны выучить около полутора тысяч слов. Некоторые даже произносят осмысленные предложения. Правда, новый житель зоопарка к широкой публике пока не привык. И в свой первый выход в свет сохранял гордое молчание. Гоша – птица домашняя. В зоопарк его отдали жители Самары. Месяц попугаю пришлось провести в питомнике на передержке. Теперь же его переселили к другим пернатам. Всего в зоопарке живут 45 видов птиц. Более 250 особей. Гоша уже успел подружиться и с людьми, и с животными. И даже воет теперь по волчьи. Он говорит Гоша. Он говорит кушать. Он мяукает, как кот. Он уже научился выть, как волки. Он рядом с ними у нас питомник находится. Булькающие звуки производит. Свистит мелодии различные. Мы его тут учили. Очень хороший импровизатор. Я думаю, он здесь будет передразнивать других попугаев. Пять медалей за один соревновательный день на пьедестал почета. На разных турнирах поднялись грибцы, пловцы и токвандисты. О героях самарского спорта расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские пловцы выиграли три бронзовые медали на чемпионате мира среди ветеранов. Самарский спортсмен завоевал еще одну медаль на Всемирной летней универсиаде. Бронзовым призером всероссийских соревнований по гребле на Байдарках и Каной стала рядовой самарской спортроты. Бронзовую медаль привез на финише всероссийских соревнований по гребле на Байдарках и Каной рядовой спортроты ЦСКА Самара Владислав Пынзарь. Он выступал в паре с Олегом Колесниченко на дистанции 200 метров. Кроме этой дисциплины в Казани разыграли комплект наград юниоры до 24 лет из 26 регионов России на Каной одиночках и четверках на дистанциях 500, 1000 и 5000 метров, а также в эстафете 4 по 200. Копилка сборной Самарской области пополнилась третьей медалью и на Всероссийской летней универсиаде. Борис Краснов в китайском Тайбэ завоевал золото в турнире под Хэквондо. В весовой категории до 68 килограммов Тольятин содержал три победы до полуфинала, где одолел прошлогоднего олимпийского чемпиона Ахмада Абу Гауша из Иордании 17-15. В поединке за чемпионский титул Краснов в дополнительном раунде сломил сопротивление азербайджанца Айхана Тагизаде 2-0. Для сборной России эта золотая медаль стала четвертой на универсиаде и первой в соревнованиях тхэквондистов. Ветераны тоже не подвели молодежь. 82-летний Станислав Визовский из Красного Яра выиграл две бронзовые медали на чемпионате мира по плаванию. В Будапеште в Венгрии Визовский показал на открытой воде шестой результат. Но по регламенту соревнований медали получила вся шестерка финалистов. А уже в бассейне в условиях невероятной конкуренции Красноярец завоевал еще одну бронзовую медаль, финишировав пятом на 100-метровке баттерфляем, где он с точностью до сотых долей секунды повторил свой личный рекорд. 2 минуты 26 и 62 сотые секунды. А чемпионка мира 2015 года Наталья Кораблина из Тольятти повторила достижение Визовского ножа на спине на дистанции 50 метров с результатом 30 с половиной секунд. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!